Очередное письмо из Украины. Я уже неоднократно поднимал эту тему. И вот опять, видимо, в Украине снова поднимается этот вопрос. Прежде чем я зачитаю письмо и попытаюсь на него ответить, я в очередной раз напоминаю, кому интересно общение конкретно со мной, приходите на канал Каспаров.ру, там ежедневные пополнения. И на канал Ковчег Ноа. Ковчег Ноа это будет мой авторский канал, где я буду рассуждать на разные темы. Итак, письмо. Добрый вечер, Штарк. Меня зовут Артур, я из Украины. Мне нравится ваш YouTube канал и очень часто я согласен с вашим мнением. Знаю, что вы не очень любите разбираться в делах Украины и делаете это только, когда случается что-то очень важное. Но интересует ваше мнение насчет языкового закона в Украине. Какой закон, по вашему мнению, должен быть в идеале в настоящем моменте? Было бы очень интересно увидеть ваше видео на эту тему. Но я говорил об этом и два года, и три года, и повторю еще раз. Для тех, кто сомневается. Для того, чтобы однозначно раз и навсегда ответить себе на этот вопрос, вы должны понять и усвоить, что язык это основа культуры. Вот казахский язык это основа казахской культуры. Грузинский язык это основа грузинской культуры. Немецкий язык бесспорно. Основа немецкой культуры, украинские, русские, все то же самое. Если вы допускаете в своей стране какие-то два или три языка, у вас будет мультикультурное общество. Если вы к этому готовы, то есть у вас, например, этнический состав, ну слишком разнообразный, как некоторые приводят, например, Швейцарию или Канаду, где несколько языков. Вот эти общества, сложенные из, если говорить о Канаде, из иммигрантской среды. Вот если у вас подобная ситуация, вы можете действительно настаивать на том, чтобы в стране было несколько языков. Но сейчас в Украине, на мой взгляд, эта страна пытается идти своим собственным путем. Она хочет быть независимым государством. Ну, по крайней мере, во времена Петра Порошенко ровно так и заявлялось. То есть Петр Порошенко это был президент, который боролся за независимость. Который в момент военного конфликта смог отстоять военную агрессию со стороны России. Сейчас при правлении, так сказать, или при беспорядке Владимира Зеленского, что, скорее всего, мне трудно сказать, остановилась ли Украина, повернула ли она в обратном направлении. Ну вот, украинцы, напишите, как вы себя ощущаете в нынешнем временном отрезке. Ну, а если мы берем в идеале, что Украина хочет быть все-таки Украиной, а не Россией, не частью России, а украинским независимым государством, зачем вам чувствовать себя или продолжать чувствовать себя частью России? Для меня вопрос однозначный. В Украине должен быть принят только украинский язык, он должен поддерживаться всем населением, и он должен всячески развиваться, начиная с детских садов, начальных школ, университетов, институтов и так далее. Украинский язык должен быть повсеместно, в документах, в песнях, в книгах, на плакатах, на названиях улиц. Везде должен быть один украинский язык. Почему я сейчас не вижу никакой возможности введения в Украине двух языков, украинского и русского, потому что Россия как раз именно та страна, которая создала большинство проблем Украине за последние 7 лет. Потому что это именно русские с их военной техникой, с их военными специалистами, в том числе ограниченным контингентом, были убиты на территории Украины, насколько я знаю, 16 тысяч человек. Возможно, это можно простить где-нибудь через 30-50 лет, но в настоящий момент представить себе, что на территории страны, где такой крупный конфликт с Россией, будет введен российский язык как второй государственный, я этого представить не могу. Это равносильно тому, что во время гитлеровской оккупации России вдруг ни с того ни с сего на оккупированных территориях Россия принимает решение, что там будет введено два языка, русский и немецкий. Давайте начнем изучать немецкий язык, ну вот потому что у нас сейчас с Германией конфликт. Этого никто бы делать не стал. И поэтому Украине этого делать не нужно, если она хочет сохранить свою украинскую культуру. Вы не сохраните украинскую культуру, если вы будете пытаться продолжать говорить на русском языке. У вас будет русская культура. Возможно, какой-то суржик, возможно, что-то гибридное между Украиной и Россией, но у вас не будет своей самобытной украинской культуры. Ей не на чем будет базироваться. И всем тем, кто до сих пор не может смириться с этим вопросом, ребята, вас не заставляют переходить на иероглифы и начинать говорить на каких-то птичьих непонятных языках, издавая звуки, которые вы никогда в своей жизни не слышали. Попытайтесь-ка изучить какой-нибудь африканский или китайский или какой-нибудь португальский, французский и тому подобное. Вот вы столкнетесь с проблемой и другого написания, и другого произношения. Украинский язык очень похож на русский. Человеку достаточно взяться за это дело или там семье взяться за это дело. Четыре-пять месяцев позаниматься серьезно украинской грамматикой и поставить себе правило дома, с близкими, с детьми, говорить только на украинском. И вы в считанные месяцы освободитесь от этой проблемы. Украинские не настолько отличаются от русского, что выучить его невозможно. Просто проблема у вас у самих в голове, у вас какой-то комплекс по отношению к украинскому языку. Я имею в виду тем людям, кто продолжает настаивать, что в Украине должен быть русский язык. И обращаясь к другой части этой проблемы, к тем русским, которые считают себя русскими, продолжая жить в Украине и хотят говорить на своем языке, у вас в случае чего рядом есть огромная страна России. В России говорят по-русски. Пожалуйста, хотите, чтобы ваши дети выросли в русской культуре, замечательная культура, достойное внимания, великолепный язык и так далее, не создавайте себе проблем. Просто перемещайтесь в Россию и у вас не будет никаких вопросов и напряга никакого не будет. И будете вы и ваши дети и ваши внуки говорить по-русски. В чем проблема? Но украинцам, которые хотят иметь в своей стране украинскую культуру, им переместиться некуда. Украина это и есть их энштацион, то есть последняя станция. Вот Украина это то место, где они могут только остаться и продолжать быть украинцами, цепляясь за эту украинскую землю. Поэтому ребята не согласны. Вы не переделайте целую страну. Вам лучше уехать туда, где у вас языком проблем не будет. И поэтому вопросы эти, я уже считаю, на вот этом этапе должны отпасть для украинцев. Если эти вопросы все еще поднимаются в парламенте, то есть продолжают еще подливать масло в этот потухший огонь, то это глупость. Решение нужно принять однозначно, определенно, раз и навсегда. И закрыть эту тему. Ни в одном национальном государстве, возьмите Францию, возьмите Германию, возьмите Италию, такие вопросы не возникают. Там тоже живут разные люди, но тем не менее. В Германии все говорят на немецком, во Франции все говорят на французском. Попробуйте в Германии прожить без немецкого языка. Я посмотрю, как у вас это получится. Если вы приезжаете в эту страну, первое, что ставят вам условия, будьте добры, уважайте этот язык. Потому что язык это часть нашей культуры. Если вы что-то имеете против нашей культуры, вы имеете что-то против нас. Поэтому начните движение в Германию с немецкого языка. Только так и не иначе. В Соединенных Штатах та же самая история. Без английского языка можешь даже не пытаться перемещаться в эту страну. Вот ровно такие же условия должны быть поставлены в украинском государстве. Это большое государство, там проживает много миллионов людей. Еще раз, у них героическая история. И они должны делать так, чтобы их уважали во всем мире. Не прогибайтесь под маленькую кучку людей, у которых какой-нибудь постсоветский бардак в голове. Оставайтесь верны своей линии. И тогда у вас все, как у страны, получится. Продолжение следует...